Это не реформа. На самом деле это не реформа, абсолютно прав коллега. На самом деле это попытка, так же как ликвидировали Держфин инспекцию, для того, чтобы не пустить туда Гордиенко, который обвинял Иценюка в хищениях на сумму 7 миллиардов гривен. Фактически подменили одним органом другой. Тут происходит приватизация министром Петренко, приватизация по сути этой службы. 7, чтобы потом разграбить ее, забрать землю, которая в излишке в этой службе, под контролем этой службы. Для того, чтобы уволить десятки тысяч людей, которые будут на улице. И это не те, кто занимались коррупцией в тюрьмах, сидели в тюрьмах и брали денег за то, что передавали телефон какому-то осужденному. А это те люди, которые работали в структуре. Мы, кстати, находимся в пятерке стран, которые по количеству, по нагрузке количеству осужденных на 100 тысяч населения. И мы сегодня уничтожаем эту систему. Для чего это делается? Исключительно из коррупционных побуждений. И мы на съезде профсоюза работников этой службы приняли решение бороться. И я обещаю Петренку здесь, что мы поставим там наши палатки, возле его дома и возле его министерства. Мы будем добиваться, чтобы они прислушались к профсоюзам, они нарушили все нормы законов, не обсудив ни с профсоюзами, ни с общественностью. Те изменения, которые были приняты на Кабмине. И мы добьемся и защитим тех обычных простых людей, которые имеют право на работу. И мы накажем министра, который хочет залезть очередной раз в карман простому Украину. А выводим за ликвидацию.